Здравствуйте, меня зовут Богдан, и сегодня я вам расскажу, как использовать лямбда-выражения и лямбда-операторы. Лямбда-выражения представляют собой упрощенную запись анонимных методов. Лямбда-выражения позволяют создавать емкие лаконичные методы, которые могут возвращать некоторые значения, и которые можно передать в качестве параметров в другие методы. Теперь давайте разберем следующий пример программы. Итак, на шестой строке мы создали открытый класс Delegate с именем myDelegate. Возвращаемое значение у нас будет string, строковое и один входящий строковой параметр. На двенадцатой строке мы создали экземпляр класса Delegate с именем myDelegateInstance и передали туда анонимный метод. Смотрите, у нас совпадает входящий параметр string и возвращаемое значение. У нас также будет string. Все это соответствует сигнатуре, объявленному ранее классу Delegate myDelegate. Затем мы вызываем наш Delegate, передаем туда строковое значение, присваиваем это в переменную s1 и выводим на экран. Давайте запустимся и посмотрим, чтобы все работало правильно. Вот мы видим, вывелось hello, Bogdan. Когда мы возвращаем значение return, мы делаем конкатенацию двух строк hello и то, что мы передаем. Итак, в начале видео я вам сказал, что лямбда-выражение это упрощенная запись анонимных методов. Давайте посмотрим. У нас есть анонимный метод, давайте с него сделаем лямбда-выражение. Чтобы вы видели разницу, я скопирую эту строчку, сделаем второй экземпляр класса Delegate и смотрите, как же мы его будем упрощать. Давайте уберем ключевое слово Delegate. Раз, убрали. Смотрите, у нас, когда мы объявляли класс Delegate, мы написали, что у нас будет входящий параметр string. Поэтому мы убираем тип. Если у нас один параметр, мы можем убрать скобки. Смотрите, чтобы связать входящий параметр и выражение, используется лямбда-оператор. Равно и знак больше, это лямбда-оператор. Смотрите, ошибки пропали. Лямбда-выражение имеет следующий синтаксис. Слева от лямбда-оператора находится список параметров, а справа блок выражений. Если у нас выражение только одно, вот это вот, мы можем убрать ключевое слово return, смотрите, раз, убрал, и фигурные скобки. Тогда запись станет еще меньше. Посмотрите, какая у нас запись была просто анонимного метода, а когда этот анонимный метод превратился в лямбда-выражение. Все гораздо проще. Но если нам нужно, к примеру, сделать не одно выражение, а несколько, для этого мы делаем это все в фигурные скобки. Вот, мы должны обязательно указать, что у нас будет возвращаемым значением, и мы можем дописывать сюда все, что угодно. К примеру, в консоль writeLine, смотрите, лямбда-ворк. Все есть. Но нам нужно вызвать еще этот экземпляр класса. Смотрите, я допишу 2, и давайте запустим нашу программу. Смотрите, сначала вывелось лямбда-ворк, потому что сначала идет работа лямбда-выражения, а затем то, что это лямбда-выражение должно возвращать, мы присваиваем ее S1 и выводим Hello, Богдан. Спасибо. Спасибо. Спасибо.